Приобрели, сотри, хорошую вещь, да? Поддувает, поддувает. Как под нее поддувает-то? Тут трос даже есть. Когда ветер. Она накапливается. Но она так-то теплая прямо. Я тебе говорю, вопросов не было. Сколько стоишь? Отогрей его, заведу. Если вам надо срочно продать автомобиль справный, неисправный, мы можем сделать это за 1-2 часа. Причем вам не нужно будет заморачиваться с оформлением документов. Мы все сделаем за вас сами. Деньги выплачиваем сразу, на месте. Вы можете продать нам неисправный автомобиль. Исправный, в любом состоянии. Кредитный, залоговый. Выкупаем все машины. От двенашки до Лексуса. Обращайтесь, телефоны на экране. Попутно, естественно, проводим оценку технического состояния автомобиля. Например, машины после аварии. Многие не могут их отремонтировать или нет средств на это. Мы выкупим у вас такой автомобиль. Ого, сегодня будет снег. Сейчас полетит. Погода сегодня вот такая вот. Баста отработала. Чистим машину по способу 300+. Это тоже элемент очистки. Крутим стартер. Нагоняем давку. Заводимся. Снова отжимаем, как учили, чтобы масло стекло. Ну, типа, навал. И снова отжимаем. О, теперь масло стекло. Меня так эти умные люди учат в комментариях. 7200 очков. Колеса проверяем. Колеса в порядке. Едем отогревать снова того, этого таракана дизельного. Далеко ехать, правда, сейчас. Таракан замерз. На улице минус 15, ночью было минус 28. Но он приехал из командировки, машина долго стояла. Говорит, что не заводится. Так, поправим все прибамбасы. Так, надо же уровень солярки проверить, блин. На саляске надо же добраться на ел. На этого боби-то хватит. Должно хватить. Упаковываем все. В всякий случай еще строяем колеса перед полетом. Маринки, что с колесами? Порядок, сегодня уже каталась. Пробовала новый моторчик. Говорит, нормально, только разгоняется плохо. Говорит, почему плохо разгоняется с места? Может, потому что снег идет? Может, говорит. Я говорю, но потом хорошо разгоняется. Говорит, потом хорошо разгоняется. Сейчас скользко-сосых. Что-то мне снизу. После сборки надо всегда смотреть потеки всякие. Есть потек. Фильтр не докрутил походу. Сейчас полезу, подтяну руками. Сейчас посмотрим, что там не течет. Все ошибки, как всегда, горят. Сейчас мы ее выровняем. Стоит хер знает как. Сцепа сейчас в самом конце берет. Это, говорит, ошибка уровня масла, а не давления. Потому что поддон сейчас японский, без датчика давления. Там еще столб сзади, что-то. Замерим сейчас опять масла у нее. Отеков нет. Надо подтянуть фильтр, еще протянуть. Что интересно, на фильтре было грязное капро масло. А здесь масло в машине чистое. Настолько, что его не видно даже. То есть капро совершенно не грязное, а прозрачное. Почему так? Какое-то старое, что ли, стекло. Получается не свежее масло вытекло. А какое-то старое, просто с фильтра. Когда меняли. Странно. На уровень сейчас низкий, потому что масло еще хладновато. Оно еще не опустилось. К щупу. Я только заглушил. Поэтому тут половина, чуть больше половины уровня. Но не такое на фильтре было. Сто пудово. Сто пудово не такое, как на щупе. Здесь вообще чистенькое. Наверное, там старое масло натекшее было. Не это. А, видимо, от предыдущего масла. Скажем так. Когда он фильтр открутил старый, да, там грязь какая-то осталась. И он закрутил новый. И вот это масло, наверное, нагрелось густое. И натекло на новый фильтр. Ну, оно черное было, видели же. А это масло свеженькое. Наверное, так. Короче, будем посмотреть за уровнем. Так, пересели в другую и едем. Таки хорошо, когда две машины. Что-то здесь как-то сцепление у меня мягкое какое-то стало. Или я так как-то отвык после Хонды, или что. Ну, корзина-то нормальная здесь. Равно. Реально, корзина мягкая какая-то. Однако, здесь оно буксует. Но, в чем корзина мягкая стала, это я что-то не понимаю. Да, недолго сцепление осталось у меня. Но пока едем. Алиса, поехали в Робеля-2. Принято. Маршрут построен. Поехали? Поехали. Маршрут построен. Поехали. Поехали, поехали. Хорошо. Глухая. Поверните налево. Мы щилд перестроим. Аккультура, Алиса. 2 километра. Сколько камер на мосту натыкано, да? Ну, давай. Чистимся. Впереди камера на 60. Ну, я знаю. Базара нет. Смотрите. Арена уже до какого состояния доделана. Уже вид прорисовывается. Погода сегодня говно. В смысле унылая. Снежок пошел. Вчера вот был дубак. Ночью 30 градусов. Днем, что-то, около 18. Сегодня идем. Днем уже, по-моему, пятнашка. Ну, минус 13 показывает. Ну, а потом вообще в утеплении. А, мне же на десятилетие надо было. Вот я, блин, балбеясь-то. Придется сейчас вот так вот вертеться. А, мы по Горбатому проедем. Ладно. Съезд. Поверните на према. Все, Сцепа уже буксует. В начале четвертой передачи все. Эх, эх, эх. Ждет меня 15 рублей минуса. Полиция у нас на приорах ездит. Эх, давно не выезжал на отогревы. Соскучился. Прибавим ходу. А, не прибавим. Буксует Сцепа. Сцепа. Ну, вы слышите уже, да? Датсон. Влетел. У Сандера. Тут у нас семечки продают крупные, видите, да? В остальных местах мелкие. Не нравится мне, как корзина себя ведет что-то. Какая-то мягковатая педаль. Я нажимаю сцепу. Она прямо какая-то мягче в два раза стала. Может из-за более тонкого, износившегося диска так быть, что тогда вцепление мягче становится. Или что-то с корзиной тоже. Корзину меняли в прошлом году. Вместе с Махайком. Прямо слабже, слабже, педалька слабее. Даже, она была жестче, чем на Хонде. Сейчас мягче, чем на Хонде. Говно узкая еет. Дикий район. Вот, смотрите. Показываю. Местность проезжает вообще злачную. Амурский поселок. Начало. Улица 5-я Северная. Потом здесь в таком частном секторе. Там стоит здание уже, наверное, лет 80 стоит. Вот эта серая. Никак не достроят. Это бывший 5-й таксопарк. Или 6-й. Это, по-моему, 5-й. Знаменитый. Все таксисты города здесь таксовали. Улица Арктическая. Выровняли ее маленько. О, продам. Телефон запоминайте. Кому надо. Рядом можно и ствол построить. Ехать нам долго сегодня. Много увидеть интересного. Петухи даже копают. Вообще, к месту музон. Для этой деревни. Впервые на нашем канале какие-то руссконародные. Мехородные. Охереть. Ну ладно. Совпало. Все район подходящий, наверное. Верните на небо. Вспеваем. Вторая. Сука. Надо выключать эту музыку. Херам. А то я не завернул с ней нормально. Открывается. Такой пейзаж, ребята. А бывший, горбатый, ныне, кривой мост. Раньше он вот такой был. Сейчас он вот такой. Да что ж такое-то, а? В общем, сейчас он загнутый мост у нас получается. Это река Омка у нас. Вот она такая. Застроенная домами река. Сука. По нему сбоку ходят трамваи. Вон, смотрите, трубы дымят, как катает ЭЦ. К нам туда продолжаем влететь в сторону бестилития. То есть нам надо выйти налево. Сегодня типа полустрим получится. Записанный стрим фактически. Ваня, наверное. Давление у меня, не смотрите, что высокое. 6,5. 7 очков на 80 градусах. Потому что у меня шайбой поджата пружина. Масло в 12-м насосе. Давление повышенное в системе специально. Сейчас показывает на 82 градусах. 2,7 давление. Это на 900 на холостых оборотах. Масло 5,40, липи-моли. Синтетика. Вот я левой рукой-то лучше рулю, чем правой, оказывается. Сзади финик. Не знаю, видно в зеркало или нет. Сейчас камеру на башку вешать не буду. Меня он все равно обгонит. Потому что я меня чисто по сцепи не вытяну. Сейчас засниму какой он симпатяшный. Он черный. Прямо вообще. Давай, давай. Пойди. Заниженный. Качал. Светофор. Ну я просто если с ним сейчас зацеплюсь, я ее сожгу вообще с цепок. И никуда, ни на какой отогрев уже не доеду. По полмиллиметра буквально осталось. Черный Honda. Красивый. Непонятно, как посадрел на меня. Как будто увидел привидение. Канадовод вряд ли видел. Каналом, Собару и все такое. Смотрит. Не понимает, что я его снимаю. Впереди. Хорошо, хорошо. Просто что-то в последнее время черная машина нравится. Даже это Хондос. Мерседес. Ландро и Дискайвери. Давайте, поехали. Я сегодня на съемке пробил. Так все вместе едем. Эти два Гоби-катки. Вон до слева. Дробка красивая. Добрались мы с вами до 5-й ТЭЦ. О, блядь, японская музыка пошла. Дело плохо. Брались до Бого-центра. Дальше все, за город. Ох, как говно, тут дорога, а. Я офигею, блин. Даже Хонду не могу обогнать. Я его еще показываю. Он непонятно смотрит на меня. Тет, 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 тет. Я ему так, Хонду типа класс. Он такой. Ха-ха-ха. Сука. Ну, черный цвет, и реально кайфовый. Все, приехали. За Мерсом. Хорошо, Мерс поворот прошел. Базара нет. Скользкий. Машина что-то хорошо идет. Быстро как пассивно. Так, вот он. Микроравион гиблый этот. Он который недостроенно стоит уже много лет. Автостоянка и машинка где-то вот там вот прямо. Проехали. Сколько жрет Субарик? Выехал, было пол бака. Сейчас смотрите. Четверть меньше уже. Показывает. А мне еще обратно ехать. Поверните направо. Да хера жрет. Порсунки-то тысячные. А не 540-е, как у стишных Субарей. През 200 метров. Поверните направо. Да затвись, сука, блядь. Поверните налево. Поправь ты. Или 560-е. Поверните налево. Ах ты, блядь. Советчица хедова. А. Лучше продукты носила бы. Домой. Въехали. Все. Вот так здесь. Вот так. Да. Где-то за помойкой. Хе-хе-хе. Тетя на лыжах идет. Без лыжных. Он уже ждет меня тут. Ты смотри, а. Он уже час, наверное, здесь стоит. Возле машины, наверное, час уже стоит. Идет меня. О, нафига я здесь поехал-то вообще. Здесь нету дороги. Здесь целина. Ладно. Ничего страшного. Будем прикуривать его сегодня. О, он Наташу купил. И что, все равно замерзла? Пацаны сегодня здесь на горке. Здрасте. Приобрели. Смотри, хорошую вещь, да? Да вещь-то хорошая. Не подводит. А тут неделю не было. Портативный гараж. Ну, за неделю понятно, да. И все, она поддувает. Как под нее поддувает-то? Тут трос даже есть. Когда ветер, а он только притягивает. Говорится, чтобы не унесло его. Понятно. А крылья-то сами болтают. Ну, оно так-то теплое прямо. Я тебе говорю, вопросов не было. Ну, просто в командировке был, поэтому. Ну, я не в командировке, на обследование. Понятно, понятно. Сколько стоишь? Ну, с доставкой со всей 15,5. Нехило, да. Не воруют их в том плане? Не задумывались? В том плане, что мы не в городе, как говорится. У нас как в своем закутке. Все свои здесь, да? Да. Не, ну, дорогая штука, да? Ну, да. Ну, да. Цену сказала, я задумался сразу. Так, ладно. Надо немножко приоткрыть, чтобы мы туда задули. Горячего воздуха. Сейчас штору никакую не надо, зато засунул и все. Вот дети здесь катаются на горке, там тоже. Вот как у меня капот, смотрите, отмерз. Так, ставим пушечку. Масло немножко текло, да? Течет. Ну, это масло, правильно? С коробки, с мотора. Черное такое. Черное? Ну, оно как бы не течет, но тогда тоже было. Просто сейчас больше стало. На одном и том же месте стойка. Ну, да, накапливается. Блин, мне бы их проблемы, а? Малая кушечка. Сейчас нам надо завестись на малом количестве керосина. Здесь снег. Мы сразу утапливаем вот так вот, под наклоном. Вот так вот. Что-нибудь заборник здесь. И она пошла. Поддержите, пожалуйста. Ага. Оп, оп, все. Ага. Отпускайте. Отпускайте. Спасибо. Видите, какая высокая машина. Надо еще переделывать. Аккумулятор тот же, да? Ну, вот, сейчас в нем проблема. Сейчас тимон, потому что минут 12, наверное, на улице. Ладно, подогреем все равно. Потом кинем провода. Минут так, наверное, 15 подогреем. Опасное место здесь. Они играют. Вообще. Главное, чтобы 15-ти тысячную Наташу не спалить. А то жалко будет. У меня такой материал. Тут зеркало, да, торчит? Зеркало, да, там? Зеркало. Такой материал, как палатки шьют. Вот примерно такое что-то. Водоотталкивающий. Чтобы вода скатывала, заснела. У них еще там бывают степени защиты. Третий, пятый, что-то седьмой там в дропах. В проникновении капель. Какой-то там толщинный слой воды должна держать какое-то количество дней. И это зависит от качества материала. Повода, стойкости. На палатках так пишут. Здесь даже место под номер есть у меня, смотрите. И это люк для выхлопа. И номер сюда пишется или вкладывается. Здоровая. Там разных размеров на разные машины, да, бывает. Бывает на маленькую, на большую. Называешь машину. А, они уже знают. И они уже делают машину. А где заказывали? Ну, а себе? Нет. Улан-Удэ. Ничего себе, далеко. А там телефон есть. Это что-то станулан-Улан-Удэ? А, Бурятия. Бурятия и Татарстан разные вещи. Я мочу коры опять. Так, картинку, картинку. Вот, вот так вот. Сейчас и так весь дом видел, да, как я тут картинки делаю. Так, это вид на айфон. Изображение поближе, поровнее. Очень хорошо держит горизонт айфон. Но звук у него хуже. Долго не грели. Распаковываем. Здесь, вот он, такой слой. Он же такой тепловатый даже какой-то. Полез. Капот дергает, полез. Пробует со своего аккумулятора. О! Со своего пошел на заглох. Так, уже не хватает своего. Придется фродо кидать. Подсел, да. Еще маленько подогреем, пока провода вешаем. Если запустится. Забустилось. И заглохло. Хухух. Все, солярки мало. И, алло. Увеличили наклон. Это не любит, когда она выключает. И потом снова стартует. Так, вон там, да? Сейчас я маленько подъеду. Ну, что-то надо было этим банкой подкуривать. И, что-то провода уже достал. Ладно. Проводами прикурим. Какой? Плюс, здесь минус. Плюс вижу. Плюс. Здесь минус. Еще раз проверяем. Плюс написано. Плюс. Красный. Скажем так, в нашем деле это самое важное. Здесь внимательно. Плюс. Красный. Минус черный. Машину заглушу на всякий случай. Я обычно не глушу, но правильнее глушить. Минус есть. Заводите. Пушку вырубаем. Капот не держится. Аккумулятор Тубарм. 75-й, по-моему. Это упрямый дробь. Сюда долго заводится. Провода, скиньте один. Минус, минус. Скиньте. Или плюс. Один на землю. Все. Все, пусть лежит. Пусть лежит. Держите капот. Здесь я скину. Что-то. Вот и все. Песенка спета. Можно закрывать. Там надо ее выхлоп, наверное, освободить Наташи. А то он это. Освободи. Он уже сделал. Но она как-то дует все равно. Закопнит все. Это надо сюда. Я на севере видел, они вставляют банку какую-то, трубу пластиковую. И трубу пластиковую сюда выводят. Просто кусок трубы на эту трубу одевает. И он сюда вылазит. Иначе она у вас здесь будет грязная и копченая. 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 Здесь копченая. Да, копченая. Нет, ну все равно. Потом просто будет сажа отваливаться. Где-то там помою уже на следующую зиму другой будет. Понятно. Вопросов нет. Вкладываемся. Ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так. Вкладываемся. Включаем. Ревизователь. Уп. Еще на одну машину осталось. И это максимум. И все. И надо заправлять пушку срочно. Хорошо здесь, спокойно. Но далеко до города. Интересно, воздух она откуда берет для работы? Воздух она откуда берет для работы? Но они так и стоят, правильно? Забора воздуха у них нет. Где-то через кафтан он тут проходит. И туда выходит. Ладно. Все хорошо. Все, говорит, уже больше не увидимся. Потому что будет брать бензин. Соляра его задолбала. Чтоб не учиться. Слушай, ну а как? С летней соляры на зимнюю переходить. Ну да. Это фильтр менять надо. В общем, заморочен. Но в бензинке свечи заливают. Тоже же как бы не панацея, да? Ну. Ну, надо попробовать теперь бензин. Не спорю. У меня была бензин. У меня поджира был. Без вопросов доработал. Ну, с дизелем, да. Более проблемно зимой. Это ничего не скажешь. И переходные сезоны. Да? Да. Ладно. Поехали. Складываем провода. Снег усиливается. А то не доеду. Там стекла и все такое. Говорю, не ходите туда. Один хер пошли. Похер. В том газету пишут, да? Там, там, там. У меня у друга в детстве такая плита упала. Ногу раздробила. Все. Все же. Все жизнь без ноги. Как-то так. Стоят. Поняли, да? Стекла не ходите. Вот горка, сюда скатываешься и все, и обратно. Туда дальше за плиты не ходите. Это вот редкий случай у нас вот в таком кафтане машина. 15 лет отогреваю. Ни разу не виделась, честно. Если родители их не заботятся, так вот я позабочусь. А это так и стоит. С провито стеклом. Видимо, у машины жизнь закончилась. Не-не, пенчальный конец мы не будем делать. Делаем веселый конец в видео. Делаем веселый конец. Делаем веселый конец. Что-нибудь еще интересного будет. По пути засниму. На таком позитивчике и заканчиваем эту серию. 2.900 рублей получили. Я думаю, по большому счету, да, именно так я думаю, если бы он постоял бы сегодня, еще часа 4 до вечера, потом бы его просто подкурили бы с соседней машиной. Он уже нагрелся. Надо было Наташу приоткрыть ему. И завелся. Уже сейчас на улице минус 13 всего. Теплеет. Но это не факт. Потому что он же дождался сегодняшнего дня, когда потеплело. Вчера было холодно. Видимо, у него она не завелась. А сегодня потепление. Он пошел заводить, когда потеплело. А у него еще там под Наташей не вытеплело. И не завелась. Ну и, конечно же, на заправочку. Как обычно. Девушка похожа на мою знакомую в молодости. Как сказать, знакомая? Очень знакомая. Ну вы поняли. Литрик подольем сюда. Что там у нас получается? 3,43. А не литрика, а пол-литрика. Потому что я там всего 4,5 залил. Сейчас около бензина сюда. Пол-литра. Ага. Все. Больше нельзя. Стальной в бак. Лучше, конечно, 95-й доливать пушку. Но лень возиться, честно говоря, из-за литра. Сразу из бака и сюда. Это чтобы в морозы стартовало безотказно. Типа разжижение. Типа антигей. На 9 литров солярки. Литр бензинчика. А трубы дымят. Шланг отсоединили. Собака спит. Зима в этом году заканчивается так и не начавшись. Вот такая херня. Самая хреновая зима за последние. Да-да, за 15. За последние лет. По сути, сегодня 4-й всего или 5-й день. С выездом. С одним или с двумя выездами. Если раньше целыми днями работали, до ночи. Сейчас 1-2 выезда в день и все. И всего 5-й день за всю зиму. Вот как-то так. Ну, может, я это самое. Припят, говорится. Серий-то больше вышло. По-моему, серия 17 вышла по видео. Говно, короче, все равно. В эту зиму не удалось ни на проект заработать. Ни детей обеспечить толком. Кредит только ушел на 300 тысяч. Все с плюсом и все. Если бы я в эту зиму 300 минус. Здесь что, одна ветка для движения. Рыбный рынок, ребята. Не успокоюсь со съемкой. Глоббище. Полный баг. Тоже в кредит, конечно. Сейчас эту мелочь Маринке отдам. Чтоб Кирка ездил на учебу на маршрутке. Потому что, как мне сказал, у него банковская карта почему-то в автобусе не работает. Какой-то он там в блок-лист попал. Объясните, что такое. Я вот что-то понять не могу, что за блок-лист там у него. Когда он в автобусе чикает карты свои. Его карту не принимают. Говорят, заблокировано. Хотя деньги на ней есть. Что за херня еще? А в магазине нормально рассчитывается ей. А в автобусе вот никак. Это что за блок-лист такой еще? Для пассажиров. Кто знает, сталкивался. Напишите. Вот цвет симпотное здание. Как у меня субарик. Делал распад. Красивый. Атриум кино. Дальше музыкальный театр. Здесь Датсон загнали. Или Hyundai загнали. А, это Урладу загнали, блядь. Сугробно. Перекресток с улицы Жукова. Офис. Главный офис Сбербанка. Сам Жука стоит. Красавчик. Триумф торговый комплекс. Второй мост через Омку. Первый мы там проезжали сами. Выходим наверх через Виадук. Параллельно улице Фронзе. Глухой заправки в виде НЛО. И выходим на Герцен Плаза. С красивым эффектом. Таких ниточек сделал. Там дом будет на Герцена. Мазафаки. Давно такой музыки не слышали, да? Ага, дыра. Заноси, обходим. Выходим на Метромост. На Виадук Метромоста. Пересекаем Красный Путь по мосту. Миллениум справа. О, Патриот, блядь. Перероситый. Спортивный. Виталий сейчас, наверное, улыбается. Сидит за своим Патриотом. Сука, я воссился и 46 зумов. Патриот Субарика обогнал. Живая музыка, ребята, для вас. У нас сегодня типа стрима. И пересекаем мост. Шлюзертыш. Метромост. Под нами метро ходит. В смысле должно ходить. Когда-нибудь, наверное, пойдет. В 23 веке. То, наверное. И нам сейчас надо вот туда сходиться направо. И вот по вот этой дорожечке узенькой. Специально для ветеранов. уехать туда. На левый берег. Другое музыкальное оформление. Выходим на дорожку. Где-то нас собаки догоняют, бегут. Здесь можно два магазина построить. Специально я вам открыл окно, чтобы показать, какой красивый все-таки метромост и в дымке тот берег Ртыша. походу уже на второй сцене буксует. Вот такие отогревы у нас. Постарался вас развеселить как мог. Постарался такси-хайп. Надеюсь, вам понравилось. Еще Камрию-то обгоним. Ну и все. Мой любимый левый берег. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok